Нестор Иванович наконец до нас добрался. Прошу вас в студию. Садитесь, для вас место. Добрый день. А можно я просто покину передачу? Ну, покину, то вкид и не могу, але власную иллюстрацию провожу. Ради Бога. До свидания. Всего. Я тоже приедусь сразу после одного вопроса. Пане Нестори, вы знаете, где сейчас находится пан Цурко, в прошлом году депутат партии регионов, который разбил табуретку прямо в зале Верховной Рады, главу другого депутата от оппозиции Воленцю? Вы не в курсе, нет? Его не шукали в 2012 году? Его попрошили, возможно, на эфиры. Еще раз повторюсь, який депутат? А? Партии регионов. Цурко призывал. Цурко. А ваш живот из Умані. Вы знаете, после 20 лютого очень много депутатов осталось в фракции партии регионов. Поэтому я думаю, что вам нужно спросить в коалиции, где сейчас находится этот депутат. Нет, он не депутат сейчас. Это было в другие времена. В 2012 году это было. Это было до 2012 года. Я извиняюсь, потому что я тогда не был депутат. Нет, но вы член партии регионов были. Я же не могу за всех знать. Нет, но вы готовы его шукать. Потому что, знаете, мы с одного боку вас спичимаем, но это неправильно. Это неправильно. Когда в часы Януковича голосовали диктаторские законы, головы разбивали депутатам ее до позиции. Вы хоть слово сказали. Кто из вас, регионалов, прибечников, чиновников, колишних Януковича, послал в Венецианскую комиссию диктаторские законы на проверку, как вы сейчас посылаете? А вы можете мне сказать, какие самые были те законы, которые были диктаторскими? Например, вот назвите их. Ну как какие? А все, что вы приняли? Да, хвилин, вы назвите. Да, за этими законами, тогда я была журналістом, гражданской активисткой, я бы села пожиттєво. О, да. А я вам сейчас, потому что на Майдане сели бы за то, что вы голосовали. По каждому из этих законов, окрім, что заборона была, ездить кортежем, у меня нет автомобиля. Давайте раз и назовем это вопрос, и вы сейчас дивитесь. Там было два ключевых вопроса. Не можно критиковать владу журналістам. Ключевое вопрос было. Я могу напомнить, как в свой час влада постановою уряду заборонила Печерскому суду критиковать владу. В Печерскому суде было такое решение при помаранчевой владе. Но сейчас я вас дивую. Один из этих законов был, что заочного судочинства, и вы это знаете, сейчас вы иницируете, я вижу, что влада сейчас иницирует тот же закон. Инший там был закон, что если люди выходят на демонстрацию, то они не мают закрывать обличчя. Если мне хорошо известно, сейчас есть решение Киеврады, что в разе, если ты выходишь на мирную акцию, открой, пожалуйста, обличчя. Я правильно понимаю, что вы не понимаете, за что вы получили в Одессе. Можно просто, чтобы вы рассказали, что произошло в Одессе. Вот ваша версия событий, потому что очень разные истории рассказывают. Я не ухожу, чтобы потом никто не сказал, что и я ушел. Я бы очень хотел, чтобы товарищ Ярош остался. Это не Ярош, это Береза. Да, вам отниму глазом. Извини. Борислав. Сильно ударил. Борислав зовут Березу. Это господин Береза. Ну, вы что, не видите? Ну, Юпитер в глаз лупит. В 12 часов дня была назначена пресс-конференция в Одессе. Мы до тех пор провели две встречи на телевидении, и спокойно я ехал на эту пресс-конференцию в Одессе, подчеркиваю. В городе, который кто-то попытался приписать, что это стал правый город. Потом события показали, что это далеко не так. Подъезжая на пресс-конференцию, нас предупредили. В медиа-центр зашли люди в форме, которая якобы идентифицирована с правым сектором, еще с какими-то организациями типа Автомайдана и Самообороны, но в основном доминировал правый сектор. Они же заблокировали лифт и лестницу, и у входа поставили большой мусорный контейнер. Чистый? Это я уже не узнал. Это узнал их активист, которого они почему-то потом туда бросили. Я не знаю. Видно, было уплачено, что надо кого-то бросить. Не смогли меня, бросили кого-то своего. Следующий был момент. Подошли люди, которые объективно, традиционно, последние 10 лет поддерживали нас. Мы сейчас не считали, кого больше, кого меньше. Но мной было принято решение. Первое. Я никуда убегать не буду и с прессой встречусь. Я, в принципе, никогда никуда не убегаю. Второе. Я понимал, что сейчас прорываться с боем в медиа-центр при заблокированном лифте будет крайне невозможно, и это будет бойня, в которой примут участие десятки людей с одной и с другой стороны. представителей правых сил, назовем их так, по ориентации, а не по... Было около ста человек. Мы не готовились, мы шли на встречу с журналистами, поэтому у нас было человек 7-8. Говорят, вроде бы пришло наших сторонников около 20-30 человек. И я принял решение. Я зашел в фойе, подчеркиваю, там господин Палица говорил, что я шел к нему, да он мне 200-летний нужен. Я зашел в фойе администрации. А вы кому нужны? Я зашел в фойе администрации и пригласил туда журналистов. Подошли все, мы ожидали еще камеру Интера, кстати. Они где-то задержались. Они уже отъехали и ехали к нам. В это время ворвалось человек 30 человек, нас было 6. И начали делать то, чтобы увидеть. У них было требование, чтобы я залез в этот мусорный ящик. Я сказал, что вы это сможете сделать, только убив меня или приведя в бессознательное состояние. Что они попытались сделать? Конечно, меня что поразило? Я перед этим предупредил, чтобы все было по праву. Начальника областной милиции лично, оперативного дежурного поставили известно, что мы пресс-конференцию переносим в здание областной администрации. Дежурного милиционера. Мгновенно появился наряд, как положено, со щитами, с касками. И стояли в 5 метрах от меня и наблюдали, чем это закончится. И только когда, Сергей Иванович, вы не рассказываете, что кто-то вам дал ухо. Ваш режим убивал людей. Убивал. Розумієте? Сотни. И сейчас тысячи гинут наших патриотов. Сейчас я про все поговорю. Что поговорю? Я закончу сутер. Ты еще куда брать, пожалуйста. Когда идете на зустричь, когда идете на зустричь. Ваш режим убивал людей. Вы сказали. Я сказал. Михаил Васильевич. А вы тут приходите и что-то рассказываете. А сейчас поделитесь мне. Не делай рейтинг, пожалуйста. Пусть он расскажет. А сейчас ты слышишь финал. Так уже делай. Пусть он скажет. Нет, нет. Когда мы вышли. Так он сказал, попросил, чтобы ударить, потому что так не полезешь. Когда во время драться. Сядьте. Когда во время этой драки, которая, к сожалению, учитывая, что их было шестеро на одного, или семеро даже на одного, как в этой пословице, мы вытолкнулись из фойе на улицу, тогда уже люди увидели, что происходит, и буквально вырвали меня из рук. В итоге Аваков с палицей перед вами извинились или нет? Вы знаете, мне, наверное, некорректно будет говорить, кто мне из действительно авторитетных людей, независимо от их политических взглядов, позвонил и выразил свою поддержку. Это были личные звонки, некорректно. Два руководителя европейских государств позвонили мне лично. Два премьер-министра. Два премьер-министра? Четыре посла. А можете сказать, что... Их личные знакомые, поэтому, наверное, это будет некорректно. И, конечно же, были множественные звонки поддержки из России. Зараз я ведь повинен на ваших... Подождите, а можно еще вопрос? А что... Граду, ага! Граду, ага! Это не нас, но он же значит, что... Сейчас, сейчас, секундочку. Перед тем, как... Можно один вопрос? Как чувствует себя? Что с глазом? Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Пока на 30%, как сказали врачи, надеемся, обойдется без операции, на 30% ухудшено зрение, и поэтому требуется глазу покой. Ну, вот вы не разглядели у нас господина Березу. Ну, попутал с Ярышем, а не где-то там. Ну, хорошо. Сергей Ярыш, вам слово. Нестор Петрович. Нестор Иванович, извините. Видите. Я тоже попутал. Я тебя... Нестор Петрович, это в большой переменке. А я Нестор Иванович. Ну, вы почти схожи. Особенно сейчас. Да, историки по образованию, согласен. Нестор Иванович. Начнем издалека. Вы приехали на автобусе с тетушками. 22 человека. Видеокамеры, как внутренние, так и внешние, получается, вода существует, которую засняли. Это раз. Второе. Находились вы 12 минут в холле, даже администрации, не договоряясь ни с кем, а встречи. Вы находились там, непонятно зачем, с господином Скориком. Затем, да, действительно, вы вышли, и у вас начался конфликт с людьми, которые подъехали, и которых вы абсолютно не ждали. Я понимаю, что у вас был свой сценарий, по которому вы должны были стать жертвой, и вы не думали, что произойдет так, как произошло сейчас. Обратите внимание, я специально вас не перебивал, мне было интересно, что вы скажете. Вы же, по идее, верующий человек, и вы должны знать обращение к римлянам. Кто ты, человек, что думаешь избежать суд Божий? Так вот, в данный момент я считаю, что вы просто не учли то, что у Господа Бога свои планы насчет вас. Кроме этого, я могу вам сказать, что по деяниям твоим и воздастся тебе. И тот человек, который в Мукачево впервые использовал тетушек, встретился с народным гневом именно сейчас в Одессе. Вы, тот человек, который был 10 декабря на Майдане. Вы были 10 декабря на Майдане. Вы хохотали, когда менты и тетушки избивали людей. Это хорошо видно. Не избивали, убивали. Гальба! 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 Вы были там. И на сегодняшний день вы даже ни разу не покаялись перед людьми. На сегодняшний день вы, один из тех людей, который голосовал за те законы, вы не извинились, вы не отозвали свою подпись. Более того, вы считаете себя правым. И вы будете считать дальше. Вы всю жизнь представляли из себя представителя той самой власти, бандитской власти, которая убивала на Майдане людей. И на сегодняшний день вдруг вы столкнулись, что оказывается вас не любят. вас сильно не любят. Более того, не за что. А самое главное, вы вдруг увидели, что вы такой же, как и мы, из плоти и крови. И ваш значок, и депутатская неприкосновенность для народа не играет роли. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не закончил. Последняя фраза. Пожалуйста. То, что у вас была интересная задумка, которую вы не смогли реализовать в Одессе, показывает, что, если вы хотите рассмешить Господа Бога, расскажите ему о своих планах на завтра. У вас был не очень хороший резервсер, плохая постановка, а самое главное, отвратительные актеры. Так вот, я хочу вам сказать, не играйте с украинским народом. Украинский народ показывает, что он сейчас переполнен эмоциями. Эти эмоции негативны. И вы должны, как человек, который должен... Ну, вы же умный человек. Это вы точно не царёв. Вы можете проанализировать ситуацию, не зря то, что вы были из одной партии. Вы должны сделать вывод, что вас не хотят видеть в Одессе и в Одесской области. Посмотрите, люди... Да, вы жертва, я признаю, это было рукоприкладство. А в украинской политике кто-то... Но! Но! Но я хочу вам сказать одну главную вещь. Нестор Иванович, наверное, вам пора завязывать с политикой и на пенсию. Я могу ответить? Первое. В следующий раз внимательно слушайте, о чём я говорю. Я сказал, ради того, чтобы избежать побоища в медиа-центре, который за 150-200 метров от областной администрации, я зашёл в фойе... Я же не перебивал. Я же не перебивал. Мы специально зашли в фойе администрации, чтобы встретиться там журналисты. Первое. Второе. Вот здесь у вас прокольчик. Я не приехал на этом автобусе, а я приехал на абсолютно другом автобусе. На маленьком ВИТО, и он стоял рядом. О каком автобусе... Вы, наверное, имеете в виду тот автобус, который подъехал, в котором я потом уже уехал, но в который автобус мы смогли запрыгнуть, что-то и уехали. Особенно там уже не выбирали. А приехал я абсолютно на другой машине. И это тоже видео зафиксировано. Но самое главное... Но самое главное... Это по поводу Одессы. А давайте проверим. Я как только с меня снимут повязку, поеду в Одессу. И мы увидим, как Одесса принимает человека, которого поддерживал 10 лет, и который 10 лет жизни отдал, отстаивая принципы, которыми живет Одесса. И вы приедьте туда. Только ни с автоматами, ни с угрозами. Не бейте, не пугайте людей. Не запугивайте. Определите спокойно. 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 Теперь... Я вас попрошу. Теперь... Яхты за яхт. Да слушайте, я останусь. Олег Вилевич, пожалуйста. Слышите. Миссар Иванович, Роль жертвы у вас получается неплохо. Но самое главное, если вы хотите... Да успокойся, Ростислав, я не жертва. Если вы хотите... Успокойся. Если вы хотите... То тоже когда-то в Николаев заехал, потом в Херцов, в Киев. Ростислав, это неплохой... Ростислав, я никогда не позволю себя считать жертвой. Поэтому успокойся. Следующее, я отвечаю... Следующее, я отвечаю... Следующее... Следующее... Уйди отсюда! Сколько ты будешь сейчас тиранить? Следующее, про 9-е, 10-е декабря. Встань и уйди, будь мужиком! Олег... Да дайте ему валерьянку, кацанин! Олег... Олег... Успокойся. Успокойся. Дайте дедушке валерьянку. Пожалуйста. Ты по-моему, Мальчик! Ты расскажи, как ты плагиат писал! Слушайте, Господи, 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 речь не происходит. Олег... Я свою диссертацию 9 часов засчитываю в металле. Да не ври! Не ври! Успокойся. Я вас очень прошу. Что ты врешь все время? Теперь, по поводу 9-е, 10-е декабря. У нас не украшает правое слово. У нас не украшает правое слово. Я был на Майдане. Я был на Майдане. Есть депутат из Свободы. Он не даст, не даст имя, будь, сказать неправду. О, вы же забыли, где я был, где я был, где я был 9-10 грудня, когда мы стали между Беркутом и представниками опозиции, и за тот день никто не постражал. Ответьте. И когда 10-го числа я не хочу показывать шрам... Местор Иванович, а можно ответить? Секунду. Я не хочу показывать шрам, який я отримал, когда меня вместе с лидерами опозиции завалили милиционеры, а я стал между ними. Я скажу, почему мы тогда вышли. Я понял. Потому что, когда произошел инцидент с студентами, Захарченко сказал, что ему нужна помощь Верховной Рады. Вы сказали, что было в ночь с 29-го на 30-го листопада. Но, если будет еще один випадок, если вы визнали, что Майдан – это мирная акция, то не трущите там людей. А если вы будете там проводить какие-то маневрувания, то мы, депутаты, у которых вы просите допомогу, должны быть там и стоять между вами и опозиция. И у меня тут на ноге есть шрам, который я отримал стоячи между вами и милицией. Так было такое? И это правда. Ну скажите. Так я же хочу… Подошли и действительно мы начали с вами розумевать, что ваши слова… Это было короче. Нет, это было долго, я отвечаю. Ваши слова были такие, что хлопцы, выйдите, потому что сейчас начнется… лучше выйдите, потому что папе нужно проезд сделать, потому что завтра приезжает, по-моему, Эштон, и требует показать, что он… Так, господа, простите ради бога, мы сейчас… Мы сейчас… А это важливо. А это важливо. Это важно. Далее, вылетает слива Луганский берд. Как вы? Вылетает слива Луганский берд. Такий, в принципе, не… Хорошо. Нестер, а вы идите, пожалуйста. Вы можете, пожалуйста. Я не помню. И начинаю, и начинаю, и начинаю всех, и начинаю всех. И начинаю, и начинаю. И в том числе. И в общем, рождите, что вы будете… Так что, это депутаты? Я не правду давать слово ведущему нам. Это только питание. Подивите, какие депутаты. Я снова буду это до влады. Алексей. Послушайте, если вот такие депутаты, как вы, придут до влады, вот эти… Это больше всего. Вот это мы получаем. Вот это мы… Да. Парламент у нас будет тот еще. Господа. Евгений, заканчиваем программу. Да. Конец эфира. Господа, конец эфира. А то у нас сейчас здесь драка начнется. Извините.